Очень маленький, прям вообще компактненький такой рюкзачок. Эти лямки, они не врезаются в плечи. Сейчас посмотрим, насколько все это дело держит воду. Всем привет! Добро пожаловать на канале Rubicon. А в этом видео будет обзор очень легкого и компактного складного рюкзака, который я купил на сайте Алиэкспресс. Даже будет сравнение с рюкзаком, купленным не на сайте Алиэкспресс, плюс тестирование. Но прежде чем все это начнется, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Поехали! Пришел мне недавно с Алиэкспресса заказ, очередной мой. Это маленький рюкзачок, складной. По сути, он помещается в карман. Поставляется вот в таком вот маленьком пакетике. Этот пакетик лежал сразу в пупырке, на которой уже были наклейки с адресом. То есть пакет, и в нем сразу уже в чехле рюкзачок. Сейчас я вблизи вам все продемонстрирую. Смотрите. Вот так вот выглядит чехольчик. То есть очень маленький, прям вообще компактненький такой рюкзачок. Соответственно, чехол на затяжке. И внутри уже сам рюкзак. Мешочек. Вот этот чехольчик, помимо того, что он имеет затяжку, он еще внутри снабжен вот таким вот карабинчиком, который можно внутри рюкзака уже подвесить и использовать в качестве, ну, небольшого там органайзера или, я даже не знаю, кошелечек, может, для мелочи, ну, или для каких-то мелких вещей. А сам рюкзак, сам рюкзак, он уже 15-литровый. Молния здесь, соответственно, закрытая. То есть этот замок, он такой вот скрытый. С одной стороны кармашек, с другой кармашка нет. Здесь какая-то картинка, типа а-ля горы. Что мне понравилось сразу в этом рюкзаке, это лямки. Лямки, они не просто нитки, очень тонкая тесьма, вот есть рюкзаки. А здесь именно она даже вот немного пружинит. То есть здесь какой-то материал, я даже не знаю, что это за материал. Но он, во-первых, дышащий, то есть он прозрачный такой, там, типа сетки. Но в то же время он довольно объемный, он не будет врезаться в плечи. Мне это сразу понравилось. Вот именно поэтому я приобрел этот рюкзак. Дело в том, что у меня уже есть рюкзак похожего типа, карманный. Но он, во-первых, яркий, а во-вторых, вот у него лямки как раз, он как нитки, они прям врезаются. Там стоит даже вот полкило положить в рюкзак. И все, и прям начинает врезаться в плечи. Очень неприятно. А вот что касается этого чехольчика, как я уже говорил, то есть можно взять за карабинчик и пристегнуть. Вот здесь вот сверху как раз имеется колечко в рюкзаке. То есть вот сейчас вот я продемонстрирую. Вот так вот пристегнули, и вот получается, вот там вот спина, и висит вот этот вот маленький чехольчик. Его можно прям застегнуть как раз, вот утянуть этой шнурком. И в нем что-то можно уже хранить, там мелочи или еще какие-то безделушки. То есть мне кажется очень удобно. Сейчас я набью этот рюкзак чем-нибудь. Я взял с собой подушку надувную и бутылку с водой. Я сейчас все туда засуну, и посмотрим, как он выглядит. Наполнил я рюкзак вещами. Как я уже сказал, это надувная подушка и бутылка полтора литровая с водой. Вот так выглядит рюкзак. То есть я не знаю, видно его, не видно, но я надеюсь, видно. Честно говоря, я сделал так, что подушка к спине, а баклажка с водой уже снаружи. Я повторюсь, баклажка полтора литровая, она полностью налита. И я вообще не чувствую, очень удобно. Вот единственное, только одна лямка перетянута. Вот сейчас вот вообще отлично. Нет, еще чуть-чуть. Да, вот сейчас вообще отлично. То есть очень классный рюкзак. Мне вот нравится, вот я говорю, они прям не врезаются. Эти лямки, они не врезаются в плечи. Очень удобно сидит рюкзак. То есть вот он. Вот такой вот рюкзачелло. То есть без всяких там понтов и прочего. Кармашек белый зря они, конечно, сделали. Лучше надо было что-то тоже серенькое. Для города вообще отлично. Вес данного рюкзака, пустого, внутри, прям вместе с чехольчиком, составляет 63 грамма. На сайте почему-то написано 85, но я перед выходом, вот перед записью ролика специально завесил этот рюкзак. И он мне показал 63 грамма. Не знаю почему так, прям на 20 грамм они почему-то ошибаются там. Не знаю с чем это связано. Но тем не менее, такова правда. 63 грамма, и это по сути полноценный рюкзак. Рюкзак небольшой, конечно, но сумка. Стоимость данного рюкзака составила 140 рублей. Это меньше 2 долларов даже. Там 140, получается это рандомный цвет. Любой цвет вообще можно выбрать сразу. Но тогда стоимость будет 300. А я посмотрел отзывы, там люди пишут, они выбирают рандомный цвет. Ну то есть любой. А пишут в комментарии к заказу цвет, вот какой им хочется. И я так же сделал. То есть я взял рандомный по 140, а не за 300. А написал просто положить серенький. Они мне положили серенький и все. То есть это вот такая вот штука. Я не знаю почему это, зачем так сделали. Если в общем вы не готовы рисковать, вам определенного цвета нужен рюкзак. Лучше заказать, наверное, сразу прям выбрать. Там красный, синий, желтый, какой вам надо. А если вам особо это роли не играет, можно выбрать рандомный и попробовать попросить его в комментарии к заказу положить понравившийся вам цвет. А вот что у меня уже было. То есть рюкзачок, здесь уже чехольчик не отдельно, а он встроенный. Такой вот небольшой вот мешочек, но он очень яркий. Очень яркий такой вот рюкзак. Он однозначен для каких-то походов. Ну или может для каких-то там фестивалей, чтобы если что легче было искать. Вот такой вот рюкзак. Объем похожий, около 15. Тоже одно отделение. Здесь, правда, даже кармашка нету. Но я повторюсь, здесь лямки, это просто однослойный, двухслойный вот этот вот, я не знаю, что это за материал. Это уже не рипстоп, в отличие от рюкзака, что на мне. А здесь по типу баллония просто. Даже, нет, двухслойный, но он все равно, он вот так вот складывается и врезается. Я с этим рюкзаком как раз ходил на Эльбрус. По-моему, восхождение у меня вообще было вот с этим рюкзаком. Я туда положил там по минимуму что-то термос, еще что-то. Но для города я решил вот с таким рюкзаком, ну как-то не знаю, он слишком яркий. Поэтому я приобрел вот такой вот, серенький. Мне очень понравился он. Важный момент еще, там написано, что рюкзак водонепроницаемый. Ну, однозначно он не 100%. Там под дождем, если долго стоять, я думаю, сквозь замок, вот по центру, там-то все-таки прорезь имеется. Я думаю, там будет вода проходить. Но я сейчас возьму полтора литровую баклажку и прям попробую вылить ее в рюкзак, потестировать его на водонепроницаемость. Ну, насколько это вообще надежно, то есть посмотрим. Потом я попробую эту воду перелить в другой рюкзак, вот который уже не на сайте Алиэкспресс, я брал яркий. Посмотрим, чем он будет отличаться. Но то, что у него лямки хуже, это однозначно. Я говорю, вот лямки, это очень важный момент. То есть, когда лямки врезаются вам вот в плечи вот сюда вот, это очень неприятно. Так что, имейте в виду. Тестирование рюкзака компактного с Алиэкспресс водой. Сейчас посмотрим, насколько все это дело держит воду. Пол баклажки налил, вода проливается через шов. Через шов она, вот я смотрю, конкретно льется. А если попробовать застегнуть замок и перевернуть, перевернуть, через замок еще сильнее льется вода. То есть, замок, он воду практически, ну, задерживает, конечно, от дождя-то точно будет помогать. Но вот я говорю, внутри вода выливается. Если воду остановить на месте, где нет шва, она вообще не льется. То есть, сам материал реально водонепроницаемый. То есть, если вот так вот сделать, вот, без швов, момент без швов, то есть, она не выливается, она вот со швов только сочится. То есть, материал, по сути, нормальный вообще. Только швы. Если, конечно, эти швы чем-нибудь еще обработать, будет вообще супер. Но сейчас он, конечно, весь мокрый стал. Это без вариантов. Тем не менее, вода держится. Если какие-то вещи в пакетик сунуть, а такие, которые особо воды не боятся сразу в рюкзак, то можно и под дождем прогуляться, я думаю. То есть, вот так вот. А сейчас, для сравнения, я налью воды в рюкзак, вот уже не с сайта Алиэкспресс. Здесь замок уже не такой незакрытый, а обычный замок. Прям тоненький-тоненький маленький замочек. Смотрим. Ого! Хотя нет, тоже льется. Так, это ладно, сейчас поднимем. Этот рюкзак более водостойкий. Реально более водостойкий. Сочится, конечно, тоже со швов, но меньше, однозначно меньше. Я повторюсь, это не с сайта Алиэкспресс уже, но он дороже, однозначно дороже, конечно. Тут ни о каких двух долларах и речи не может быть. И он вот яркий, мне это не очень нравится. Это где-то в горах, только в походе. Ну вот, смотрите. Вот так вот. Сразу, правду вам. А, кстати, здесь что с замком? Здесь, если попробовать через замок, сочится, тоже сочится через замок, но меньше, чем через тот. Тот замок, он помассивнее, соответственно, там и отверстие побольше. А этот мелкий такой, хоть и не закрытый. Ну, тем не менее, вот такая вот разница. Ну, я считаю, что это не критично. То, что он воду хуже держит, это не проблема. Да, то есть, вот для сравнения. Вот здесь вот материал, просто вот тоненькая-тоненькая, в два слоя вот этот, я не знаю, что это такое за материал, типа баллония яркого. И вот здесь вот, здесь уже такая толстенькая, она прям вот прожимается, такая мягонькая штучка. И, соответственно, она еще и воздушная, то есть, она дышит. Там кожа не будет потеть под этими лямками. Очень удобно, классно. Пусть он и воду пропускает лучше, чем вот этот вот яркий, но мне он больше нравится. Во-первых, потому что он серенький такой, особо на нем ни грязи, ничего не видно, ни марки. И в то же время гораздо удобнее в носке, чем вот этот вот. Да, если пойдет дождь, конечно, этот больше пострадает, но этот и рассчитан он, я его брал специально там для похода. Так что вот так вот, имейте в виду. Вот такой вот мини-рюкзак с Алиэкспресса. Карманный рюкзачок. Материал очень прочный, рип-стоп. Я повторюсь, это прям вообще какой-то мега ткань. Но воду пропускает. То есть швы реально воду пропускают. Ссылки смотрите на данный рюкзак в описании. Я вам оставлю еще на какие-нибудь похожие рюкзачки ссылочки. Так что смотрите. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, пишите в комментарии, я там всем отвечу. С этим проблем не возникнет. Если вы бы какую-то конкретную вещь хотели увидеть на канале Рубикон на обзоре, обязательно напишите в комментарии. Мы там пообщаемся, обсудим. Возможно, я эту вещь специально приобрету и сделаю на нее обзор. Имейте в виду. Вот такая вещица сегодня на обзоре. Компактный мини-рюкзак, который я приобрел на сайте Алиэкспресс. Кому понравилось, ставьте лайк, комментарий. В общем, как обычно. А я побежал отсюда. Благодарю за просмотр. И до новых встреч. С вами был Андрей. Счастливо. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.